Слава Господу! Я вас всех приветствую Его любовью. У меня сегодня такая тема с очень коротким названием, с аббревиатурой ДВР. Я скажу, это почти как нарицательное имя стало. Что-то очень проблемное, что-то очень сложное в церкви. Речь идет о детях верующих родителей. На самом деле я вам скажу, это очень счастливые люди, потому что они получили великое благословение – родиться в верующей семье. Когда я был маленький, то моя бабушка часто мне говорила, ты должен всегда благодарить Бога, что у тебя мама-папа верующие, а не какие-то пьяницы. А я еще сходил и думал, интересно, как у меня могут быть другие мама-папа, и я совсем это себе ни с какого бока представить не мог. У меня был один такой случай под Москвой. Это была зима. Мы приехали обслуживать газ в одной квартире. Зашли туда, там не работала колонка, газовая колонка, водонагреватель. Я попробовал с ней возиться и очень быстро понял, что проблема не в самом газовом аппарате, а вообще со всем, что связано с подводкой воды. Нам категорически тогда запрещалось разбирать что-то ниже водопроводного крана перед колонкой, потому что если вдруг что-то сломается, мы не отвечаем за это. Все, что связано с водой, надо было вызывать сантехников, когда они это все сделают. Мы должны были делать. Я зашел в дом, мне стало почти плохо. На улице минус 20, лежит снег. Мама лежит пьяная. Бабушка ходит пьяная. Где-то там еще в этой грязи, напоминающей сарай, лежит какой-то пьяный мужчина. Все они спят, бабушка ходит. И посреди всего этого кошмара ходит в тоненькой маячке или рубашечке на голое тело. И в колготках какого-то полтора мальчика. Ну, я попробовал, говорю, я не могу здесь ничего сделать. Вы позовите сантехника, я приеду к вам через день-два, когда-то можно. Бабушка Жика исчезла. Она, видимо, хотела все быстро сделать. Но я тоже ждать не могу. Я ей сказал, оделся. На мне был хороший теплый ватник. Вы понимаете, что это такое? Я вышел, иду к машине, вдруг слышу сзади крик. Бабушка, бабушка, я повернулся. Он вот в таком во всем виде стоит на снегу. Без ботинок. Я бросился к нему, схватил. Говорит, ты что делаешь? Ты схватишь воспаление легких. Давай я тебя отнесу домой. Сиди, жди бабушку дома. Я шел назад, как будто меня поколотили. Я понимал, что у этого мальчишки в жизни шанса никакого нет, если Бог не явит чудо в его жизнь. Я потом слышал, что он попал уже в детском возрасте в психиатричку. Меня это сильно не удивляет. И я тогда подумал, какие бы проблемы ни были у наших детей, они действительно счастливы. У них вот этого нет. У них вот этого нет. И они не всегда могут это понять. Просто потому, что они рожденные от плоти, есть плоть. И что такое рожденные от духа, они еще не понимают. Они не могут просто это понять. Вот они считают иногда, что им даже не нужно ни покаяться, ничего делать. Мне это всегда напоминает воспитание девочки, которые научили всему готовить, убирать, все делать. Говорят, ну все, ты готовая невеста. Она может быть готова ко многому, но она не готовая невеста. Ей надо кого-то полюбить. Пока она не полюбит, пока она кому-то не скажет «да», пока она на чью-то любовь не откликнется, она не готовая невеста. Она хорошо воспитанная девушка. Вот эта проблема, проблема наших детей, они не понимают этого. Они не понимают эту важность строить отношения с Богом. Они у них немножко по-другому строятся, чем у людей, приходящих из мира. Человек, приходящий из мира, он встречается с Богом. Бог освобождает его от греха. Он обычно уже что-то хлебнул больше или меньше. И он понимает это освобождение. Для верующих детей это не поворот в таком смысле. Но это должно быть внутреннее решение. Я иду за Богом. Поскольку это не носит всегда такой очень острый эмоциональный момент. Один сказал своему папе, который пастор, «Я завидую наркоманам». Он говорит, «Ты что?» «Ну, ты знаешь, – говорит, – они понимают, что такое любовь Божья, а я только верю в неё». Конечно, это абсолютная чепуха. Я понимаю, что любой человек, окунувшийся в грех, он охотно бы вернулся назад, чтобы этого не было. Но этого восприятия нету. Этого восприятия нету. И это накладывает определённые условия на работу, значит, на всё, что связанное с детьми нашими. В Библии написано так. Я открою седьмую главу, первое послание к Коринфянам, и прочитаю четырнадцатый стих. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Это не значит, что им не нужна личная вера. У Бога нету внуков, как говорится. Мы не можем спасти наших детей только тем, что мы верующие. Но они освящаются родителями верующими, даже если одна сторона верующая. Они освящаются. Это значит, что за них молятся. Я надеюсь, когда они ещё в отчреве. Собственно, это надо раньше начинать. Когда я был ещё неженатый человек, я жил у одного брата. Для меня тогда он был ужасно старый, хотя ему было 63 или 64 года. Это был очень простой человек. Я был с университетской скамьи. Он не мог грамотно читать, он не мог выговорить имя Ричард. И меня всегда звал брат Речка, пойди сюда. То, что он ел, это было для меня ужасно. Он ел в основном сало и чеснок. Тогда это для меня было ужасно. Он меня приучил это есть. Мне, в принципе, это нравится. Но сало мне нельзя всё время есть из моего диабета. А чеснок – это больше вопрос моей жены. И он очень много интересных таких вещей говорил. Во-первых, у него были довольно сильные видения. И он как-то сказал, Ричард, когда мы были молодыми, то нам старшие братья говорили, вы же молитесь каждый раз перед сном. Так вот, вы молитесь, если ты сегодня нам подаришь ребёнка, благослови его, жену, беременность, роды и всю дальнейшую жизнь. Я думаю, что эта молитва очень сильная. Когда-то в спёр жену пришла одна дама и сказала моему ребёнку уже три года. Проповедник, как вы думаете, надо начинать его воспитывать по-христиански? Он посмотрел на меня и сказал, «Уважаемая госпожа, вы опоздали на четыре года, хотя ребёнку было три. Я понимаю, что мы должны за ребёнка молиться». Вот. За ребёнка молиться у нас где-то лет десять назад, может быть, двенадцать. Двенадцать, да. Времени было такое слово, что сёстры, дочери мои, которые выполнят свой материнский долг до конца, и нигде не усомняться и не остановятся, то многие из них получат венцы, которые не будут уступать венцам братьев, прошедших через трудные времена. Но церковь должна за них молиться, и особенно мужьям. Церковь должна за них молиться. Сегодня пока нет гонений. Это, наверное, самая большая боль, которую может человек в церкви испытывать, ну, если не считать каких-то несчастных случаев. Пока добыли гонения, то, естественно, все молились за братьев, кто в узах, поскольку это самое тяжёлое испытание, которое было на плечах церкви. Вот. То за них молятся, их приносят в церкви. А потом наступает другой момент. Они должны освящаться родителями. Они должны освящаться Словом Божьим. И я хочу сказать, вот этот текст, он мне говорит, что это основной источник благодати для детей в верующих семьях. Они освящаются родителями. Родители за них молятся. Родители с ними разговаривают. Родители им какие-то вещи показывают. Это очень важная вещь. Я очень благодарен. У меня большую роль сыграл дедушка. Он, собственно, сам покаялся на смертном ордере, но, тем не менее, будучи необращённым люторанином, он сумел привить мне две вещи, которые я очень ценю в своей жизни. Он сумел привить мне любовь к Библии, и он сумел привить мне любовь к израильскому народу и к Израилю. Это вещи, за которые я ему очень благодарен и считаю очень важными в моей жизни. Он очень интересно меня учил в Библии. Он очень умело показывал, что в Библии нет никаких противоречий. Никаких. Потому что, особенно тогда, их много подымалось. Он умел показывать, как Библия права в житейских ситуациях, как Библия права в науке. Мы этим всем интересовались тогда. Он умел эти вещи показывать. Он умел показывать археологическую, правду Библии. Он был такой интеллектуал. Он был профессором в Ташкентском университете. Он знал греческий, латынь. Ещё какие-то языки он знал. И как такие интеллектуалы, они все бывают немножко острым языком. Он всё время так говорил. Посмотрит на меня и говорит, Ричард, никогда не будь бараньей головой. Я тебе сейчас пообъясню, что это значит. Если ты нашёл противоречие в Библии, то чтобы не быть бараньей головой, ты должен понять, что проблема не в Библии, а в твоей голове. Мне это очень сильно помогло. Я начал читать Библию в 18 или 19 лет с песней-песней. Я слышал, что в юдаизме вообще запрещается эту книгу читать до 21 года. А я начал с неё, так получилось. И это было ненарочно. Я открыл Библию, начал читать, подумал, что это странная книга, ни разу слово Бог, что-то они всё друг в друга влюбляются. Влики побежим, влики побежим. Ну ладно, я не буду бараньей головой, я оставлю, пойду дальше читать. И я понимаю, что это очень прекрасная книга, говорящая о чувствах, которые рождает Дух Святой, говорящая об отношении наш с Христом. Не случайно уже много раз упоминавшийся мной Чарльз Шпёрджан, он очень часто использовал тексты из песни-песней во время причастия. Да, целый сборник есть его проповедей на причастие, где он использует тексты песни-песней, как основные. Я сейчас никому не советую это делать, потому что это надо правильно сделать, иначе можно всю ситуацию испортить. Но это для меня было очень ценно. Он просто фактически показывал мне своё мировоззрение и его фундамент. Вот я думаю, это первое, что самое важное к детям. Я понимаю, что в основном нагрузка лежит на родителей. У меня какое-то время даже была такая идея, она не воплотилась. Я думал, надо не детское и воскресное служение делать, а делать родительское служение, чтобы научить их воспитывать детей. Потому что они очень часто никак это не делают, не умеют, нет у них мужества, нет понимания. Это надо искать у Бога. Просто надо искать у Бога. Я помню, как я начинал. Я понял, что я должен воспитывать детей своих, я за них ответственный, и я не знаю, чем мне делать. И я тогда стал Господу говорить, Господи, Ты меня учи. И Бог начал меня учить. Я понял, что мудрость даёт Бог просто и без упрёка, но Он не даёт так, что это как снег падает на голову. Я должен быть очень внимательным к делу рук Его, смотреть, что приходит с детьми, что я могу сделать. И должен смотреть, какая это результаты приносит, чтобы обретать мудрость общаться со своими детьми. Поскольку многие родители это не делают, то оно лежит на воскресной школе во многом. Но даже если они делают роль воскресной школы, она очень важна. Я думаю, что прежде всего это связано с тем, как мы относимся к нашим детям. Как мы относимся. Я вчера уже приводил этот пример одного из наших пресвятеров, который вернулся из мира, именно потому, что он помнил тепло и любовь своих подростковых служений. Вот это должно быть отношение к детям, именно подобное Христу. Я скажу, и в семье это смертельно. Если мама или папа говорит своему ребёнку, не будешь слушаться, любить тебя не буду. Мы сразу, сразу... Вы поставили ребёнка в законическое состояние. Я всегда им говорил, вы не слушаетесь, я вас так сильно люблю, и я поэтому не могу так вас в покое оставить. Где мой ремень? Вот. Им никогда нельзя это говорить. Конечно, надо поощрять тех, кто идёт правильно, но делать это корректно, чтобы параллельно с этим не рождалось отвержение других людей. Практически, если мы обратимся к... Если мы обратимся к первому посланию Иоанна, к второй главе, там 14 стих там написано, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Я написал вам, дети, потому что вы познали отца». Мы можем, конечно, эту градацию применять к духовному росту человека. Но проблема в том, что она применяется к естественному роду человека, состоянию человека. Я думаю, пока отец не плакал за своих детей, пока он за них не боролся, пока он не знает боль отца блудного сына, он до конца сердца Бога не поймёт. Познать безначального, познать Божью любовь – для этого надо какой-то путь пройти. Для молодёжи очень важно в тот момент, когда они становятся самостоятельными, когда он перестаёт говорить как ребёнок, «Мама, дай руку, я хочу с тобой идти за ручку, и буду всю жизнь так ходить». А начинает говорить, «Мама, папа, я сам мне стыдно, я взрослый». Вот в этот момент ему важно, чтобы у него появился руководитель в лице Иисуса Христа. Советник в лице Слова Божьего. А к детям написано, «Вы познали Отца». Они должны знать Бога как Отца. Вот это первое и центральное. Они должны познать Бога как Отца. Вот, если вы обратитесь к 77-му Псалму, то мы увидим ту же самую картину в принципе. Давайте мы откроем 70. Откроем 77-ю, 77-й Псалом. И мы можем прочесть без труда следующее. Не скроем, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в своё время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божий, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их роду, упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, Духом Своим. Здесь говорится о том, что, возвещая веру, возвещая веру, которую Бог передал нам детям, мы должны учить их возлагать надежду на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Три вещи. Они точно совпадают с тем, что делает для нашего спасения Христос. А Он для нашего спасения не только умер, хотя это очень важно и центральное, но Он пришёл на эту землю как учитель, как царь и как первосвященник. Он отдал Себя за нас, Он просвещает нас, да, и свет была жизнь человеков, и Он есть Господь всех. И Он есть Господь всех. То есть наши дети вот это всестороннее наставление должны получить. Я думаю, что как раз вот нехватка этой всесторонности, оно очень сильно, очень сильно влияет на детей в негативном смысле. Вы понимаете, что обычно, когда они уходят в мир, они уходят в мир очень жёстко. Они начинают иногда делать такие вещи, которые вообще нормальный человек будет просто избегать. вот, просто избегать. Они совершенно ни о чём не думают. Я знаю такой случай, в Израиле это было. Они поехали смотреть футбол в Иерусалиме. И среди них был сын одного пресвитера, но он в Израиле уже не выполнял служение пресвитера. И они поспорили, выпьет ли он бутылку виски. И он её выпил. У него выключились мозги. И остановилось сердце. Сердце они восстановили, но мозги сгорели полностью и умерли. Через короткое время этот 18-летний паренёк умер. И последнее, что он сделал, это выпил 700 грамм примерно. Фактически водки или виски – это одно то же. И вот таким состоянием человек шагнул. Это просто даже нормальный человек подумает, стоит ли заполнять свою внутренность таким кошмаром. Падение, развраты, порнография, всякая грязь. Оно показывает, что у людей нету того света, который людей просвещает. Я думаю, что касаясь наших детей, касаясь детей верующих, родителей, вопрос воскресной школы – это очень важно. В этом очень важная такая сторона – научить наших детей правильному, здравому, евангельскому мировоззрению. Мы вот сейчас с Романом ехали, немножко говорили какие-то вещи и о том, что бывает даже в церквях. Вот братья спрашивают сестёр, чтобы они правильно оделись. Они одеваются правильно. Но после служения они одеваются довольно вульгарно. Кто-то брюки носит, я думаю, что у вас этого нет, но в Америке я это видел. Они ходят в служение, заходят в туалет, у них совершенно другой вид. Кто-то начинает полуобнажённо ходить, на бретелечках, на чём-то ещё. Но нам-то не нужна эта показуха. Нам нужно, чтобы человек понимал, что красиво. И чтобы человек понял, что сексуальность, показанная, это не красота. Это глупость. Да, это глупость. Это мне сказал Лёня Одесский. Он приехал и сказал, мне кажется, ваши сёстры немножко глупы. Я говорю, почему? Молодые. Они говорят, ребятам показывают слишком много. Умная женщина всегда старается быть для мужчины тайной, по крайней мере, до брака. Это еврейская точка зрения. Понимаете, надо понимать, что такое красиво. Никто же не заставляет молодёжь натянуть на себя картофельный мешок и думать, что она святая. Таких же вещей никто не просит. Но одень на себя что-то хорошее. Одень, что тебе подходит. Разберись, что тебе приятно. И носи это. Одевайся приятно, симпатично, не вызывающе, не экстравагантно, не показно. Одевайся со стыдом. Не должно быть здесь каких-то таких, особенно завлекающих надписей, которые привлекают всех прочитать это. А фактически вызывают совершенно взгляд, куда не надо. Я думаю, что вопрос детей верующих, им надо это объяснить. Им надо это объяснить. Это не просто требование. У них есть очень большая проблема, которая называется храмовое благочестие. Они знают, как надо вести себя в церкви. И они ведут себя так. Но у них есть такое представление, а в мире для людей это недействительно. В мире другая мораль. Поэтому они эту двойную моралью живут. В результате они садятся в шпагат. Что это значит, не надо мне вам объяснять. Это очень часто вызывает очень сильные болевые ощущения, особенно если человек никогда не тренировался в этом. Им надо вот эти вещи показывать. Я скажу, мы очень много работали и работаем, чтобы им показать опасность социальных сетей. Вы понимаете, что я говорю? Это страшная вещь. И я с изумлением обнаружил. Мы не просто им говорили, запрещаем что-то. Мы им показывали, что за этим стоит. Мы показывали скрытый за этим очень часто оккультный характер вещей. Мы показывали им бесстыдство того, что с этим связано. Потому что практически то, что ты выставил в социальные сети, это доступно всем. Это доступно всем. Это как в Берлине. Был один человек, он построил себе прозрачную квартиру, включая ванну, туалет. Я им спрашиваю, вы в такой квартире будете жить? Да ты что? Да ты что? Вот. Они тогда... Я говорю, ну вы же это же фактически делаете, выставляя всё на показ. У меня друзей много. Понимаете, одно место в немецком звучит чуть-чуть по-другому, чем по-русски. Конец 18 главы в притче по-русски звучит так. Кто хочет иметь много друзей, то ты сам должен быть дружелюбен. И бывает друг более привязанный, чем брат. А по-немецки звучит так, что если у кого есть много друзей, они приведут его к погибели, к падению. Но бывает друг, который ближе, чем брат. Мы им говорим, вы поймите, мы не против того, что у тебя должен быть один друг. Но у тебя не может быть весь свет другом. Это практически не может быть. Если у меня есть мой друг в Израиле, Леня Одесский, который мой многолетний друг, то мне даже иногда просто хочется сесть с ним. Мне даже телефон не хватает. Сесть с ним, просто посидеть. Понятие интимности не только относится к брачным отношениям. Существует некая интимность, сокровенность, дружбы. когда я могу сесть с человеком о чем-то поговорить, куда не может другой человек вмешаться. Вы знаете, мы работали, работали, работали. Тут сделали опрос, они почти все из сетях вышли. Я должен сказать, для меня это был почти шок. Я не ожидал, что они это сделают. Им надо показывать, не просто запрещать. Есть вещи, которые сто процентов надо запрещать. Но не могут они ходить на дискотеку, и мы должны это говорить. Не могут они ходить в пивные, не могут они смотреть порнофильмы, не могут они смотреть фильмы ужасов. Но есть вещи, в которых надо что-то объяснять. Знаете, Беспалов часто говорил, если вы хотите собрать у собаки кость, дайте ей шницель. Она кость отдаст само собой. Я думаю, дайте детям что-то, что для них важно. Мне пришлось сейчас в Америке говорить у них проблема в том, что они хотят сохранить русский язык. Я это вполне понять могу. Но дети-то говорят по-английски. Я говорю, вы должны с ними говорить по-английски. Потому что вы сейчас не хотите проповедовать по-английски. Придет время, когда люди начнут проповедовать по-английски. Но те, кто будет проповедовать, они уже ничего не смогут передать детям из тех ценностей, которые вы привезли из России. Эти ценности существуют. И вы должны эти ценности показать, чем они для нас были. Вы не о длине юбок только должны говорить. Сто процентов длина юбок должна быть целомудренная. Но то, что нас двигало к Богу, это не длина юбок сестер в церкви, а что-то другое. А что-то другое. Мне Леня сказал, я не понял, к нам приехали баптисты в Израиль. Они неделю вели беседы о том, как служить Богу. И только в последний день сказали, сестры, ну вы при этом же, конечно, понимаете, что ни одна желающая служить Богу сестра не оденет брюки. И все девушки переодели брюки, которые носили. Я говорю, я не понял, как это сделали они. Они сделали это тому, что они дали им высокое Богопознание. Оно не должно быть храмовым благочестием. Вот что я очень ценил в своем дедушке, он везде мне все показывал Бога. Я вам уже рассказывал, как бабушка мне сказала. Я вижу Бога в каждом листке. Он показывал Бога там, где он видел. Он был человек образованный, он занимался геофизикой, он занимался составлением, в свое время составлением карт роз ветров для самолетов. Он показывал это физике, он показывал это в звездах. Но не все, может быть, с этим сталкивались. Я понимаю, что кто-то может очень прекрасно объяснить красоту этого мира в музыке. Если ты музыкант, покажи это. Знаете, у меня была в Москве образованная церковь, почти большая часть с высшим образованием, и у нас был один брат, который всю жизнь занимался лошадьми. его все проповеди на лошадях были. Я до сих пор эти проповеди помню. И вся эта моя интеллигенция охотно его слушала, потому что он знал, что он говорил. Он знал, что он говорил. У меня один зять, он работал лесником, лесничем, вернее, точнее, в России. Я удивлялся, мне самому было интересно, идешь, где-нибудь нашел полено. Ну, я бы его так в сторону. А он говорит, это такое дерево. Там такие качества. Он мне рассказал, и полено прямо стал почти как букет роз. Вы можете смеяться надо мной, но это надо нашим детям, понимаете? С ними надо куда-то выезжать. Я с ними выезжал в Краснодар, в Малоярославец, в Израиль. Не только потому, что мне покататься хочется. А я знал, что когда мы оказываемся в ними в неформальной обстановке, вне церковных стен, там, где я мог им рассказать, что Бог здесь делал, как наших братьев здесь преследовали, как люди здесь жили, где я им на Кавказе мог показать старые какие-то армянские и грузинские церкви, где я им в Израиле мог показать эти места. Вы знаете, мы летели через Турцию и в Стамбуле ночевали. Они, я вам же говорю, они спокойно ложатся на скамейке и спят все. Им все равно, где спать, на полу, на скамейках. Они только кто спит, ходят и их фотографируют. Это они обожают делать, заставать людей в необычных позах. Но они не все спали. Они по очереди спали, а по очереди приходили ко мне, брат Ричард, у них столько было вопросов. Мне хоть спички в глаза ставь. Они-то по сменам это делают. Все. А у меня сплошная смена. И никуда. И я скажу, мне было очень тяжело. Но я был очень рад. Они задают вопрос о Боге. Оно привязывает Библию к их повседневной жизни. Не только к порядку, как войти, как сеть, что-то делать. Понимаете, я начинал с ними такие вещи, они собрались в Берлин, в зоопарк. Но это только малыш может придумать. Четыре часа проехать на поезде, чтобы попасть в зоопарк. Я говорю, да вы что? Я понимаю, что в Берлине прекрасный зоопарк. Ехать три-четыре часа. Я говорю, так не пойдет. Я поеду с вами и покажу вам Берлин. У меня в это время получилась у дочки проблема. Ей выдернули зуб, у нее ночью открылось кровотечение. И мне надо было ехать. Я им только позвонил и говорю, слушайте, я не могу с вами поехать. Но вы знаете мой телефон. Вы мне позвоните, и я, сидя в Бремене, буду вам показывать, куда вы должны идти. Но так оно и получилось. Они гораздо меньше походили, чем у меня было спланировано. Но я заправил их в музей музыкальных инструментов, который стоит рядом со зданием Берлинской филармонии. Сказал им, посмотрите, это лучший оркестр мира. Они пришли, я говорю, что вы видели? Они были все под впечатлением истории этой. Я стал с ним говорить о музыке, о месте классики. А в моей жизни классика играла большую роль. Она учила меня молиться. Я вам говорю, я покаялся совсем один. И когда вставишься на молитву, да вы тоже это знаете, не всегда сразу легко найти контакт с Богом. И в это время это меня, как ни странно, учили симфонии Бетховена и Брамса. Я включал эту музыку, на меня обрушивался каскад звуков, в котором я ничего не мог разобраться. И я слушал раз, два, три, и вдруг я начинал понимать, что за этим кажущимся каскадом музыки, звуков, прорисовываются тонкие мелодии, красивые мысли. Там реальные мысли есть. Вот, я когда первый раз прослушал, прослушал немецкий реквием и начал слушать вторую часть, я подумал, ой, эта музыка мне напоминает полет над Европой на самолете после атомной бомбардировки. Но когда я нашел тексты этой части, то эта часть называлась «Всякая плоть трава». Я мысль схватил только на свой лад. Я мысль схватил только на свой лад. И я им стал эти вещи показывать. И вот, когда я слушал музыку, я понял, как надо молиться. Я могу встать перед Богом. Мне кажется, что Бог меня не слышит. Я не понимаю, что надо делать. Но когда я перед Богом стою, когда я Бога ищу, вдруг я начинаю понимать что-то. как мне надо молиться из этого непонятного состояния. Вы знаете, я проговорил с ними два часа. Мы начали с музыки, кончили молитвой. Вот эти вещи им все надо показывать. С ними надо ехать. Поскольку у них очень часто они выращивали в верующей семье, они все святые, они все принадлежат пятидесятникам, у них самое правильное учение. Понятия они не имеют, что это такое. Главное, что они не баптисты. А вот. Так им надо показать, что это такое. Я встретил сейчас в Канаде в августе одного брата. Он говорит, я попав в Канаду, впервые столкнулся со свидетелями Иеговы, с мормонами, с другими. Я никогда в Германии с этим не сталкивался. Это заставило меня осмыслить, во что я верю. И у меня вера сильно укрепилась. Им надо показывать эти просто вещи. С ними надо просто ехать. С ними надо куда-то выходить. Они же энергичные все. Подростки, они все энергичные. Им надо дать разрядиться. Я, например, конечно, уже с младшими мне было труднее это делать, потому что они ребята и они были крепкие, а я уже немножко в возрасте. У меня последний родился, когда мне 40 было. Значит, ему 20, мне уже 60. Они еще все такие крепкие мальчишки. Вот. А пораньше было, там первые девочки, я тоже вижу, у них энергия фонтанирует, и они ничего не слушают. Я выйду куда, и мы говорим, так, вон ту березу, видите? Ну да. Так, пять раз туда-назад, кто первый. Они сидят, язычок, так? Ну, папа, давай поговорим. Давай. Давай. Я хочу сказать, с маленькими надо больше петь. Они очень чудно воспринимают иногда псалмы. Я с ними всегда пел серьезные псалмы из песни Возрождения и никогда не пел легких песней. Они не понимают. Ей два года, она говорит, папа, давай споем ленты в духе. Я говорю, какие тебе там еще бантики в духе, Лея? Этого нет, она стоит, есть. Я говорю, все, кончились спорить, закрыли эту тему. Никаких бантиков в духе нету в песнях. Мы начали петь, да будет отцу всем благому хвала. И там есть такой момент, Бог сил будь прослав. В ленты в дом. О! Я говорю, да ты ничего не поняла. Но я скажу, это хорошо. Это хорошо. Она маленькая не может понять. Но мелодия вот тут. Есть Таня 10, 15, 12, 9. Она вдруг споет и поймет, что здесь не о лентах, о славе Божьей. Я очень часто их укладывал спать и пел. Я им говорил так, так все в кровати, быстро под одеяло. Они спали в одной комнате тогда, был этот дом. Щечки на подушку, ручки под щечки. Я приду, буду вам петь. Меня ждал шок через несколько лет. Обычно 15-летние девицы очень плохо переносят, когда папа заходит к ним в спальню. А тут они пришли ко мне хором, говорят, папа, а если мы пойдем в нашу кровать, в нашей кровати, залезем, одеялом покроемся, щечки на подушке, ручки под щечки, ты споешь нам, что пел нам раньше? Понимаете, что дитя приучится? По-немецки этот текст звучит немножко по-другому. Наставь юношу при начале пути его. К чему мальчик будет приучен в начале жизни своей, того будет он держаться до конца. Мы не сделаем из них святых, но мы должны показать им красоту христианской жизни, всеобъемлемость христианской жизни. Ничто Бог тебя накажет. Конечно, они должны понимать ответственность пред Богом, как предотцом респектировать его, но чтобы они прибегали к Богу во всех трудностях. Я был уже в восьмом классе, моя бабушка подошла мне и сказала, Ричард, сейчас у вас начнутся экзамены. Вы знаете, получите эти листочки, билетики. Ты его бери, никогда не читай сразу. Ты приди, сядь, положи его, помолись, потом прочитай. И Бог будет тебе помогать. Я так сдавал экзамены до 45 лет, потому что мне приходилось каждый год сдавать экзамены по технике безопасности в газовом хозяйстве. Я видел, как Бог помогал мне решать задачи по физике на вступительных экзаменах в МГУ. Это реальная вещь была, когда, будучи не в состоянии решить задачку, я вдруг услышал, посмотри, она решается отсюда. Они должны научиться, мы должны им показывать, где Бог, где Бог присутствует в их жизни. Я уже вам рассказывал, мы были сейчас в Прокопьевске, я братьям что-то рассказывал, мы подошли к нашему дому, я говорю, вот это та яма, где Бог первый раз показал мне свою милость. Я бы это никогда не понял, если бы не моя бабушка. Мне было года четыре, я пошел гулять, там были девочки лет по шесть, они играли в магазин, поставили скамейку, нарезали помидоры, огурцы, продавали, но мне тоже было интересно. Они на меня шикнули, сказали, что я маленький, живя, ушел, тут только взрослые играют. Вот я сделал пару шагов, а за мной стоял порт камень подвального окна, я туда пошел. Я сделал сальто и встал на ноги. Это было первое, что Бог сделал. Конечно, я ужасно перепугался, стал, ужасно кричать. Вот какая-то женщина меня вытащила, я с трясущими руками побежал к бабушке, она схватила меня на руки, привела меня к этой яме, говорит, слушай, тебя Бог сохранил, ты посмотри. Там вся яма была усыпана битым стеклом разбитых бутылок и один маленький кусочек был чистый, куда встали мои ноги. Вот именно эти вещи показывать надо, именно это рассказывать. В их жизнь надо входить, к их урокам надо проявлять интерес и уметь дать то, что школа им не даст, уметь им показывать, уметь им просто показывать, просто, ясно, показывать им, что вот во всей то, что они учат, есть Бог. Самых простых вещей, самых простых вещей. вот они учат А, Б, но они не так учат, там другой порядок букв, я сейчас не помню в каком, по-моему, А, У, и сначала не гласный, по-моему, учат. Так есть возможность поговорить о образе Божьем. Ведь одна из особенностей образа Божьего заключается в том, что мы можем говорить. Вот я стою за этой кафедрой, из моего рта вылетает какой-то треск. Но вы меня понимаете. И когда молодой человек говорит, девушки, я тебя люблю, она не шарахает ни своего выжища, что сейчас стукнет. Мы можем чувства излагать, мы можем о красивых вещах говорить, мы можем очень великие законы природы раскрывать словами, мы можем о Боге говорить словами. Вот они учат просто буквы. им можно показать, что здесь стоит. Вы знаете, многие смеются. Я, конечно, математику учил, но я не занимался. Но я и сегодня говорю, математика красивая штука. Люди начинают смеяться. Но за этим стоит, для меня за этим стоит красота тайны мироздания. Был в Германии такой музыкальный критик, его звали Эдуард Ганцлик, он чех по национальности был, в Австро-Венгрии. Он говорил, архитектура это застывшая музыка. Мне эта фраза очень нравится. Математика это воплощенные в цифры, в законы. Тайна Божьего разума, который держится в Вселенной. Это не просто арифметика дважды два, четыре, три плюс два, пять. Там есть очень сложные всякие вещи, которые позволяют нам что-то посмотреть. ты можешь это показать на траве, ты можешь это показать на животных, которых, может быть, вы там разводите, на тех же курочках или овечках, или козочках, что у вас есть. Им нужно показывать, что Бог Отец, и за ними надо пойти. Иногда бывает, что они ни к чему не имеют интерес. Хотим на велосипедах покататься, ну, съездить с ними. А когда они будут довольны, а когда они будут довольны, расскажи им что-то о красоте природы вокруг. Попробуй задать им какие-то вопросы. У них должно, у них большую роль играет христианское просвещение, чтобы у них появился правильный взгляд на жизнь. Это вот то, что мне этот брат Леня сказал. Целомудрие, красиво, нагота, уродливо. Она уродлива не потому, что человек некрасиво сотворен, а потому, что он так создан. Первых людей, которые не нуждались одежды, их покрывала слава Божья. Нагота сама по себе, она некрасива. Соблазнять человека – это еще не женская красота. А вот уметь ценить красоту, уметь душу ценить. Знаете, я очень часто на семейных рассказываю, это, конечно, к детям не относится. Я был свидетелем в 20 лет объяснения в любви 80-летнего дедушки и 80-летней бабушки. Это было объяснение в любви моего дедушки и моей бабушки. Я не знаю, почему он при мне начал делать. Я сидел на кухне, я вжался просто в стену. Я был потрясен. Я знаю, она была красивая девушка, я видел ее фотографии. Он был очень спортивный юноша, мужчина. Он занимался альпинизмом, они ходили там по тяньшаню. Он ничего не рассказывал каким-то там нежночим, что-то, безусловно, в их жизни было. Он стал рассказывать, как он ее любит, а у меня, можно сказать, челюсть отвисла, как он видит красоту ее души. Я бы стал понимать, что у бабушки такое сердце, а я вообще его не знаю. Я сидел и думал, о Господи, если мне будет 80 лет, и я буду женат, я бы хотел найти своей жене такие слова, какие он находит. Это не сказать того, как у тебя красивая ножка, как у тебя красивая. Конечно, мы были тоже молодыми, мы были очень худенькими, во мне было 55 кило, в ней 49, и талия вот так у меня помещалась. Я говорил, иди сюда, попробуем. И это было очень весело. Но не эта красота. Но не эта красота. Я хожу, может быть, вокруг проблемы молодежи, но я говорю о детях, которым очень важно дать правильный взгляд на жизнь, увидеть человека в человеке, увидеть в девушке не просто предмет вожделения, а другую личность. От этого зависит их будущее счастье, от этого зависит их целомудрие. Показать им, что брак требует зрелости. Я скажу, мы начинаем темы подготовки к браку с 12-летнего возраста. мы впервые эти вещи преподносим им, показывая важность зрелости, ценности развитой личности, работоспособности, нацеленность правильная, показывая необходимость подчиниться Христу. Он ведь и Царь, Господь всех. Мы же с вами читали. Это в 77-м псалме показывая им, я хочу сказать, через это к ним приходит благодать. И, естественно, в центре должна стоять жертва Христа. Она должна стоять. Только она не должна стоять настолько оголенной. Христос любит, Христос тебя прощает, а он даже не понимает, за что его прощать. Ну да, конечно, плохо сделал маме, папе не нравится. Он не понимает, у него нет богопознания. Вы знаете, что моя практика говорит в Москве, кто хуже всего приходил к Богу? Не члены мафии, а работники советского общепита. Я не знаю, как это сейчас, но тогда же масло резали ножиком и сахар сыпали ложкой. Там пять грамм, там пять грамм, там пять грамм, там пять грамм. К концу стало много. Потом надо часть шефу дать, часть себе взять, потом начинались пьянки, потом что-то еще. А вот что я пять грамм отрезал, это грех перед Богом, вот это понять труднее, чем когда я кого-то ограбил. Вот им надо это познание дать. Знаете, моя бабушка с дедушкой все время повторяли, Ричард, ты должен знать, что укравший одну копейку такой же вор, как укравший десять тысяч. Да ты такой же. И я вам скажу, когда ребенок это слышит постоянно, когда ребенок это слышит, у него что-то появляется. Я знаю одну семнадцатилетнюю девушку, они, как всегда, залезли в чужой огород, нарвали яблок, а у нее был отчим. Она принесла и сказала, на яблоки, а он спокойно отодвинул и сказал, ты знаешь что, ты меня прости, но я ворованное не ел никогда. Эта женщина, которая сегодня далеко за пятьдесят, вспоминает это постоянно. Что мальчик научится с детства, будет держать. Мы должны им дать это богопознание, мы должны их просветить, открыть им красоту души Иисуса, открыть его любовь, готовность его понять, и тогда поставить в центр, что Бог любит и Бог прощает. Но для того, что Бог прощает, не просто можно наделать дел, покаяться, снова наделать дел, снова покаяться. Мы же не в католической церкви, не в православной. Но Бог ждет поворота сердца. Это сегодня большая проблема. Молодежь, дети и подростки занимаются, так называемым, юношеским грехом, готовы каждую неделю это исповедовать. Но нужно освобождение, нужно перемена, нужно показать, что ты не придешь к Богу, когда ты станешь хорошей. Но приход к Богу на других принципах осуществляется. То, что мы, люди, в Ведемском саду у него похитили, свое сердце, это надо ему вернуть. Ему не твоя благовоспитанность, не твой одеколон, не твои приличные манеры нужны, ему нужно твое сердце. Он за это сердце умер. И пусть Бог нас в этом благословит. помолимся.